В достаточно отдаленном микрорайоне Магадана Марчикан в прошедшую субботу открыли новую спортивную площадку с искусственным покрытием. Для дворовых мальчишек и девчонок это событие стало настоящим праздником. Пришло и немало родителей. 14-летняя Надежда, проживающая в соседнем доме, занимается спортом ОФП, как и многие другие. Девушка рассказала вечернюю Магадану о своих впечатлениях. Я очень рада, что здесь могут дети поиграть в футбол, но это сделали перед зимой, когда уже снег выпадет и потом уже никак не поиграть. Еще бы лучше было бы здесь поставили игровую площадку, чтобы дети могли кататься не только в футбольное поле, потому что зимой здесь в футбол не поиграешь, а зимой можно хотя бы покататься на качелях. Еще одна пришедшая на открытие спортплощадки девушка Софья тоже живет неподалеку. Юная спортсменка отметила, что теперь им станет проще и удобнее достигать новых результатов. Да, это поможет занятиям, так как здесь могут проводиться различные мероприятия, тренировки могут проводиться. Открытие новой спортивной площадки вечернему Магадану прокомментировал депутат Магаданской городской думы Виктор Баринов. Территориально микрорайон Марчикан – это его депутатский округ. И создание новой спортплощадки народный избранник держал на контроле все время строительства. Этим летом, несмотря на возникшие в процессе инженерные сложности, нам все-таки удалось построить новую современную спортивную площадку на территории детского клуба «Чайка». Поле с искусственным покрытием и с ограждением появилось на месте полуразрушенной, устаревшей морально и физически детской площадки. Конечно, стоило бы поблагодарить и главу муниципального образования за личную поддержку в этом вопросе. Я доволен тем, что теперь на этой площадке смогут заниматься не только воспитанники детского клуба, но и жители всего микрорайона. Педагог-организатор детско-юношеского центра Андрей Никитин приложил максимум усилий, чтобы пришедшие на праздник дети микрорайона не скучали. Ребята организовали различные команды, которые приняли участие в разнообразных играх и шуточных состязаниях. Погода была как нельзя кстати этому дворовому празднику. Светило солнышко и ветра почти не было, несмотря на близость моря. Ну вы знаете, у нас в общем-то эта площадка, она была возведена просто какое-то чудо на самом деле. Вы видите, сколько детей пришло, да и родители приняли участие, даже инициировали оформление, да, вот эти шарики воздушные. Ну потому что людям действительно комфортно, и здесь и дети радуются. Вы видите, очень много детей, они с большим удовольствием здесь. До этого здесь была ужасная на самом деле уже, скажем так, видавшая виды коробка. В общем-то она была абсолютно никак не заасфальтирована, ничего, просто вот камни, ну как бы дети все равно играли, потому что деваться-то некуда было, все равно играли как бы на ней. И вот мэрия города Магадана, конкретно городской спорткомитет в рамках программы развития физического, развития спорта в городе, вот оказали содействие, скажем так, не оказали, может быть, профинансировали строительство этой замечательной площадки этого сооружения. Я конкретно занимался этим компанией Мастер Файбер. Мы очень благодарны мэрии и непосредственно компании-строителю за это замечательное чудо, которое вот сейчас имеем. К финалу акции ребята сыграли футбол, а после дружеского матча организаторы и участники сделали на память совместное фото. Сделать дорогу, взять вертолет в лизинг, прекратить вырубку леса, запретить использование сланика под новогодние нужды. Правительство Коломы выделило 30 миллионов рублей на поддержку туристических проектов Магаданской области. На эти средства специалисты реализуют идеи, которые помогут улучшить сервис и доступность туристических услуг. Каждый коттедж нам выходит где-то 800-900 тысяч. Поэтому у меня вопрос немножко другой. То, что база развивается нормально, только за этот сезон 4,5 тысячи – это те, которые видим мы. Налоги мы платим. Людям сейчас пытаемся обеспечить все эти тропы здоровья, сплавы. Со всеми фирмами туристическими готовы сотрудничать. Как отмечают эксперты, из-за пандемии отдых в своей стране и в своем регионе – наиболее правильный путь для профилактики болезни. Кроме того, Дальний Восток, особенно Магаданская область, пользуются успехом. И на Коломе, и в ее столице немало мест отдыха, которые могут заинтересовать туриста, утверждают специалисты. Также обсудили важную для области тему – вырубку сланика в преддверии Нового года. Прекращаем рубку леса, тем более кедрового сланика. Я дал указания, немедленно причем. Я, вот было совещание на этой неделе с Минприроды, на столбы электрические рубить лиственницу вот такую, которой 150-200 лет. Значит, каждая лиственница такая, национальное достояние. Так же, как кедровый сланик. Я не знал, он, оказывается, растет 200 лет. Ну, в том-то и дело. Значит, запрещается немедленно причем. В областной научной библиотеке имени Пушкина сегодня состоялась пресс-конференция автопутешественников, стартующих завтра в рамках автопробега «Страна энтузиастов». Автолюбители планируют преодолеть маршрут, включающий в себя 40 регионов и свыше 20 городов нашей страны за 50 дней. Общая протяженность маршрута составит более 25 тысяч километров. Проект поддерживают бренд «Континенталь» и «Ростуризм». История следующая. Мы очень любим ездить по стране. Мы очень хотим, чтобы людей, ездящих по стране, было все больше и больше. И мы очень хотим, чтобы люди не боялись это делать. И вот каждая наша экспедиция, их уже у нас там было порядка 50, они все, в общем, имеют примерно один и тот же посыл. А вот содержание может быть абсолютно разным. Организаторы автопробега ставят перед собой несколько задач. Показать, что на территории всей России можно ездить на обычных, неподготовленных автомобилях. Также путешественники хотят показать способы решения различных проблем, встающих перед разными людьми. Это проактивность как образ жизни. Завтра в 9.45 автопробег стартует от сквера «Морской». В спортивном комплексе «Энергия» началось осеннее первенство среди гимнасток первой магаданской спортшколы. Сегодня у нас второй день нашего осеннего первенства. Эти соревнования традиционно, ежегодно открывают наш спортивный сезон. Мы начинаем выступать и начинаем с неполной программы. И готовимся к более полным соревнованиям, крупнее масштаба, которые. Готовимся к выездным соревнованиям, к выполнению разрядов. На этих соревнованиях принимают участие гимнастки от самого юного возраста, от 6 лет, до самого взрослого, до 16 лет. Которые выступают в программе кандидатов мастеров спорта и мастеров спорта. За два дня в соревнованиях приняли участие свыше 70 гимнасток первой спортшколы города Магадана. Для спортсменок осеннее первенство – это промежуточный старт перед чемпионатом города и области и контрольная репетиция перед выездными соревнованиями, куда поедут 8 гимнасток уже на следующей неделе. Также сегодня три тренера школы были награждены дипломами Магаданской областной думы. Романовская Мадина Александровна, Караськина Любовь Геннадьевна и Панченко Татьяна Владимировна. От имени ЗАГСобрания региона награды вручила заместитель председателя областной думы Виктория Голубева. Если пенсионер-селянин сменит место жительства, повышенная выплата сохранится. Новая норма вступит в силу с 1 января 2022 года. Селяне также не потеряют повышенную на 25% фиксированную выплату, если поселение станет городской территорией. Сохранение повышенного размера пенсии при смене жительства будет происходить автоматически, без какого-либо обращения или заявления в пенсионный фонд. Напомним, таким гражданам полагается повышенная фиксированная выплата в размере 25% ее размера при некоторых условиях. Они должны иметь не менее 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве, не осуществлять трудовую или иную деятельность, подлежащую обязательному пенсионному страхованию, постоянно проживать в сельской местности. Ты что это хулиган делаешь, а? Поклеи мне еще тут! Заберите счастье!